Отложив бумажную работу, участковые и уполномоченные Алексей Кривальцевич и Илья Лексин отправляются в рейд по микрорайону проверить подучетный контингент. Идут вдвоем. Таковы правила техники безопасности. Можно к тебе, участковый. Зайти в эту квартиру отважится не каждый. Здесь живет Алексей. В прошлом профессиональный водитель. Как освободился из тюрьмы, так и запил, рассказывает участковый Алексей Кривальцевич. В последнее время даже не встает с постели. Так я тебе сказал, выхаживайся. Задолжишься, электроизоляция. А ты вон вино только пьешь. Не ешь ничего. У тебя есть кто посторонит? Нет. Никого нет. Участковый порой единственный, кроме собутыльников, кто наведывается в эту квартиру. Вот так люди в погонах борются за людей, которые оказываются на дне собственной жизни порой по нелепой случайности. Следующий адрес – подопечная Галина. Галина, открывай зверху, пожалуйста. Узнаешь? Электричество в этой квартире отключили лет 10 назад за неуплату. Сегодня здесь чище, чем обычно, отмечают участковые. А главное – гостей нет. Хозяйка устроилась на работу, трезва и даже принялась за книги. Гостей не вмещаешься? Сколько уже не упиваешься? Не очень много. Не очень много? Сколько не очень много? Не очень много. Да, вот попадешь. Пятый микрорайон от выемки и до Советской отнюдь непростой. На 13 тысяч населения приходится более сотни пьяниц и дебоширов. Всех участковые знают лично в лицо. У людей в жизни мало ли чего бывает. Сложились какие-то неприятности, все бросили, начали злоупотреблять и кончилось с тем, что вы видели сами. Тысяча и одна обязанность. Так сами полицейские кратко характеризуют свою работу. В должностные инструкции участкового чего только не входит. Без чувства юмора, хитрости, измекалки совсем не справятся. Последний тому пример – история с задержанием преступника, который прятался в квартире. Пришлось через спустя какой-то промежуток времени договориться с водоканалом о том, вызвать бригаду специальную, чтобы они к нему достучались и через дверь ему сообщили, что у него течет канализация. И на вообще недолгие уговоры он им поверил и, в принципе, открыл дверь и на этом мы попали к нему. Преступник был обезврежен. Ежедневно к участковым поступает по 3-4 обращения. Каждое полицейские обязаны проверить и вынести справедливый вердикт. По словам Ильи Лексина, простые люди к участковым относятся по-разному. Кто-то уважает, а кто-то в спину плюет. Но такова работа и есть в ней свои минусы и свои плюсы. Преимущества есть, конечно. Во-первых, у меня есть хорошая зарубная плата в настоящий момент. Это очень огромный плюс, который дает повод для дальнейшей работы. Хорошее отношение начальство. Понимают, выслушивают, какие-то проблемы помогают решать. Ну, а так пока нравится. Не собираюсь никуда переходить. Работа участкового порой и не видна простому обывателю на первый взгляд. Но на самом деле на счету этих молодых полицейских десятки раскрытых преступлений и сотни утихомеренных дебошей. Потому что главное в работе участкового – это люди, которым нельзя отказывать в помощи. Ольга Келешина, Александр Бурсуков, Муромский Меридиан.